еще раз доброго здоровья царя интимные нормы и здоровья интимные нормы и здоровья значит работой над этой книгой я получил так сказать и знание и большое удовольствие я уже рассказал вам об этой книге есть кураги ну кратко перечислил образование пола у человека нормальная сексуальность мужчин женщин индивидуальные сексуальные отличия мужчин и женщин есть такое к сожалению выбор полового партнера половая система мужчин и ее проблемы женщин и ее проблемы целострастное ощущение мужчин и женщин они совершенно различны кстати практика интимных отношений искусство объятий любовные поцелуи знаки любви то есть можно знать это кстати так сказать флиртовать половой акт его особенности многие не понимают думают это раз 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 и все на самом деле чтобы человек получил полное удовлетворение и произошло грубо говоря нормальное зачатие там есть несколько стадий которые должны все это дело пройти знаете не не сбух ты барахта трах барда что там получилось получилось то есть есть определенные знания есть определенное там желание их освоить есть определенная потребность как самому получать удовлетворение от занятия интимной близостью так и доставлять ее своему партнеру чтобы ваша жизнь была гармонична питание секс зависимо от того что вы там едите будут вам хотеться не будут хотеться как ваша там половая система будет на том или ином питание работать лечебный секс кстати есть вот так то и так далее так далее так далее так далее то то есть вот такая книжечка и можно сказать а как это там соотносится со здоровьем тема как бы сказать такая такая интимная такая такая скользкая вот как как ней правильно относиться относиться очень просто буквально вот совсем недавно я беседовал со своим посетителем канала с ними беседуем то переписываемся и вот частности там пошла такая беседа что у них женой размолка именно на почве интимных отношений то есть они уважают друг друга и как деловые партнеры и как люди а вот в половом отношении не клеится вот что-то ему надо вот так и как-нибудь с какой-то там выдумкой к этому делу подойти а это особо и не надо и и тут вот важно понимать кстати здесь есть интересные такие практически примеры женщина описывает что я вот стала мамой там и как-то все это дело забросила и а потом и чувствую что мы стали с мужем в этом отношении отдаляться а тут найти как бы сказать как только начинается в этом отношении какая-то трещина она уже начинается и в остальных видах общения потому что неудовлетворенный муж или жена они начинают искать того что они недополучают в семье на стороне то есть они уже где-то задерживаются начинают врать начинает еще что-то там лукавить уже это не семейная жизнь не то так вот как разбудить вот сексуальность у мужчины как разбудить эту сексуальность нормальную у женщины что является нормальным а что является ненормальным чтобы человек понимал и в зависимости от воспитания конечно а это это вот приемлем а это там не приемлем и опять-таки возникает разлад на этой почве который 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 начинает накапливаться потому что сексуальные отношения это они базируются на втором инстинкте на на втором побуждении то есть человека побуждает первое побуждение это борьба за выживание забота о жизни вообще чтобы все что связано с жизнью со со здоровьем а вот именно второе это продление рода и вот если это основные побудительные мотивы но там еще не будем пока не говорить если человек вот эти глубинные побудительные мотивы которые его заставляют дверь и то что человек хочет не хочет а это можно так сказать природа заклала в него программу программы ты кратко это заботиться о своей жизни и вот вторая программа мощнейший это продление рода и если вот что-то там не получается и начинается знаете вот эти вот накапливается недовольство которое начинает выражаться прорываться в виде скандала в виде размулок и вся ваша жизнь вы тут хорошо там живете все у вас там с работой в шоколаде а а вот тут нету и все это летит в тартарары и вот смотрите каждый человек вообще-то он хочет реализоваться значит женщина как мать мужчина как отец и вдобавок вдобавок еще а их не родители как бабушка и дедушка и если нету у их них уже взрослых детей значит внучек которые они хотят они уже испытывают вот такое к вам чувство какое-то знаете вот это все начинает сказываться сначала вот на как бы на вашим на ваших отношениях и эти отношения извращенные плавно переходят в психосоматические отклонения а потом и заболевание на этой почве поэтому поэтому с вот этой вот как бы сказать частью информации надо быть знакомым для того чтобы вы могли в этом вопросе ориентироваться и значит не получить проблем как по судьбе видите по судьбе так и по здоровью так что ссылочка на эту книжечку тоже я даю книжечка такая уникальная вообще так как я пишу особо никто не пишет и я в этом отношении написал вот эту вот книжечку так что рекомендую опять-таки тираж маленький все это дело заканчивается никаких подпечатываний не будет все забудьте об этом